Всем привет, друзья! Получил сегодня посылочку с наушниками от компании JBL. Давайте распакуем, посмотрим, что за моделька, потом потестируем, покажу более подробно, что они себе представляют. Начнем с распаковки по-быстрому. Так, поставляются данные наушники вот такой упаковочке. Они идут до запечатанной, что хорошо. Кстати, с магнитным вроде бы, таким как Ничка. Очень презентабельно все смотрится, то есть для подарка самое то. Наушники интересно смотрятся. Модель T280 TWS Pro. Что здесь еще указано? Имеется вот такая информация. Давайте распакуем, чтобы лучше было видно, а то все мелькает, блестит. Итак, только что снял пленочку. Давайте посмотрим поближе, как это все выглядит. Что здесь имеется? Как видите, здесь имеется Type-C разъем, Bluetooth 5 версии, 6 часов работы под музыку, плюс зарядки под кейс хватает еще плюс 18 часов. Открывается, в принципе, очень прикольно, презентабельно. Наушники выглядят вот таким образом. Здесь еще какая-то наклейка JBL, Harman. Давайте откроем еще поближе. Так, давайте откроем. Открывается, в принципе, тоже прикольно. Сам кейс очень плотно спрятан в коробку, то есть довольно тяжело достать. А также сам кейс довольно толстенький такой, то есть пузатый, как сказать, JBL. Блестящий, синий цвет, очень прикольный, в принципе, цвет. Здесь как будто вот это под стеклом, тоже смотрится интересно. Далее здесь имеется Type-C разъем под зарядку и индикатор питания. Сами наушники солидно смотрятся. Не знаю, как вам видно это все на камеру, надеюсь вам. Так, первое впечатление, в принципе, очень прикольное. Кстати, когда достал, сразу они пытаются активироваться, подключиться к смартфону. Давайте сразу проверим, как кейс работает. То есть кейс сам по себе не держит крышка. Это как бы недостаток. Сам магнит насколько хорошо держит. Тоже, как видите, наушники выпадают. Один точнее. Ну, второй, в принципе, тоже выпал. То есть наушники магнит не сильно хорошо держит. Пока что в сторонку отложим. Сами наушники смотрятся, в принципе, очень необычно. Здесь вот с таким ушком, которое, в принципе, позволяет надежно закрепить в ухо, чтобы оно не выпадало. Я, конечно же, сейчас проверю, потестирую несколько дней эти наушники. Потом подключусь через секунду и расскажу более подробно, что они все представляют. То есть в этом же видео покажу, расскажу более подробно, что это за наушники. Кстати, вот эта резинка, она полностью снимается. Ее можно заменить. Она снимается, сама амбушюра. и снимается сама резинка. Это сразу как будто то, что я заметил сразу в этих наушниках. То есть можно использовать без этой резинки. Можно использовать просто вот это как кому, кто не хочет вот это ушко использовать. Можно поставить вот таким образом. Использовать эти наушники без этого ушка. Выглядит, в принципе, с этой резинкой оно симпатичнее смотрится. Так, что еще в комплекте идет? Еще посмотрим. Кстати, интересная упаковка. Как-то оно все вместе сделано. Собственно, само собой амбушюры. А здесь еще с резинкой дополнительно. резинки с амбушюрами отдельно. То есть комплект. Раз-два. Еще два комплекта дополнительно получается дополнительно под разные размеры ушей. Это хорошо, кстати. Далее идет вот такой интересный оранжевый, очень симпатичный цвет. Реально прикольно. Необычный кабель Type-C для зарядки. И, собственно, инструкция. Разная инструкция, где указано, что где как подключается, что где как нажимать, чтобы переключить, в принципе, на английском языке. Кстати, оно все на английском языке. Да. И также еще какие-то гарантийки, то есть идут тоже на английском языке. Больше здесь ничего нет. Давайте теперь, чтобы было правильно, сейчас отключусь, несколько дней потестирую, потом уже подключусь обратно и расскажу более подробно. Итак, друзья, потестировал эти наушники и готов сделать свой вердикт, так сказать. Давайте сразу с недостатков начнем, потому что здесь недостатки все-таки имеются. Помимо того, что здесь вроде как симпатичный дизайн, вроде как симпатично все смотрится, этот сам по себе корпус, он такого дешевого пластика, очень легкий. Ну, легкость это, конечно, хорошо, преимущество, можно сказать. Если бы он еще был компактный, тогда было хорошо. Сама крышечка, как я сказал, довольно хлипкая. То есть, когда открываешь ее, сразу начинает происходить сопряжение со смартфоном. То есть, даже не вынимая наушники, это сразу же можно слышать, как там уже говорит что-то. Это как бы незачет, как я бы сказал. Выняли эти наушники крышечкой крышечкой. Пока что давайте отложим в сторону. Кстати, вот эта вот сама наклейка GBL, она вот эта металлическая. То есть, здесь вроде как алюминия вот эта вставочка, все остальное полностью пластик. Далее, дизайн ушей. Дизайн ушей в принципе хорош, а посадка здесь очень хороша. То есть, когда вы ставите ее в ухо, вот эти вот маленькие ушка еще плюс фиксируют у вас в ушах эти наушники. То есть, наушники у вас точно не выпадают. Это очень хорошо. То есть, в этих наушниках можно где-то бегать, прыгать и они у вас не слетят. Также довольно простое управление этими наушниками. То есть, когда один раз класснули, это у нас play-pause на каждом из наушники. Два раза коснулись на правом наушнике, это переключить трек назад, не вперед, а назад. А на левом наушнике, это переключить трек вперед. Три раза коснулись, это вызов голосового ассистента. Если нажать и удерживать, например, на правом ухе, то это громкость вверх. На левом ухе, это громкость вниз. То есть, звуком можно тоже управлять в этих наушниках, это хорошо. Если зажать и удерживать около 5 секунд, то эти наушники выключаются. Ну и так же самое включается. В разговоре с собеседником по смартфону тоже управление довольно простое. Два раза коснулись, завершили вызов или приняли вызов. Зажали и удерживаете 2 секунды, это сброс вызова. Что касается конкретно самого звука в этих наушниках. Например, когда вы говорите по смартфону с собеседником, то собеседник вас слышит хорошо, но немножко далеко. Вы же собеседника слышите прекрасно. Как такового бульканье какого-то там нет, в принципе нормально слышно, но вы как будто чуть далеко находитесь для собеседника. И кстати, микрофон находится конкретно на левом ухе. Если например правый наушник отложить в сторону, то собеседник вас еще будет слышать нормально в левом ухе. Но если левый наушник отложить в сторону, то собеседник вас уже не слышит. А конкретно по звуку, по музыке, например, я видел множество отзывов, которые говорят, что это просто шикарный звук, отличные басы и тому подобное. Не знаю, я не соглашусь с этим мнением. возможно они для всех остальных очень хорошие крутые звучат но конкретно мне эти наушники не зашли по звуку я буду говорить просто про себя как по мне здесь слишком много высоких частот если взять для какой-то попси туда эти наушники в принципе подходят нормально если взять для какого-то рока к примеру металла то эти носики вообще не подходят что касается использовать эти наушники для игр например вот я сейчас покажу здесь возьму смартфон заодно давайте покажу как эти наушники подключается то есть подключается они через sbs кодек то есть даже кодека и си здесь тоже нет apdx кодека здесь тоже нет то есть автоматом подключается через abc кодек подключается корректно довольно нормально давайте покажу например еще тест тестовый ролик вот такой вот ролик покажу так возьмем научник поближе я думаю вам слышно задержка имеется в принципе незначительная сильно в игрушках например это ощутимо задержка имеется давайте примеру игрушку и запущу еще так как бы это так чтобы вам было слышно возьму наушник в руки чтобы вам было слышно и посмотрите слышно да то есть я думаю вам видно что задержка все таки имеется и в игрушках она для игр точно не подходят эти доучки какую-то музычку слышать в принципе нормально какой-то попсу это без проблем как я сказал для рука какого-то металла эти носики совсем не подходят тоже автономность этих научиков в принципе очень даже хороша действительно здесь указано 6 часов держит но держит не 6 но где-то 5 5 это 20 минут наверно держит нормально то есть действительно научники очень неплохо справляется с автономностью более подробные характеристики смотрите по ссылке под видео где их покупал там же смотрите актуальную цену сколько они сейчас стоят они стоят дешевле 30 долларов это можно сказать бюджетный сегмент и как для дешевых научников в принципе можно сказать неплохо я надеюсь этим видео кому-то помог с выбором на этом тогда с вами будем прощаться до скорой встречи подписывайтесь как обычно ставьте пальцы вверх пока